Как вы знаете, у нас есть статус один из Bittrex MVP. Это специалист, это профессионал, опыт которого и вклад в наше общее дело, в принятие наших общих ценностей признаны сотрудниками Bittrex. Этот статус выдается с 2010 года, и мы с радостью хотим объявить… Одного человека в год мы выбираем. Одного человека в год. И мы с радостью хотим объявить, что сегодня выбран еще один MVP, новый MVP. Это Сергей Востриков, компания InfoExpert. Сереж, спасибо большое. Покажись, пожалуйста, это всем. Вы бы представили, какие огромные письма он нам писал. Он нас разбивал в пух и прах. Они становились объектом обсуждения внутри и очень сильно влияли на нашу компанию, на наши продукты. Спасибо тебе большое и за небезразличие, и за то, что ты нас меняешь. Спасибо. Спасибо. Так, ну что ж. Одним MVP стало больше. Красота. Коллеги, кто участвует, прошу, на сцену. Мы приглашаем Ольгу Куликову. Оля, подойди к нам, пожалуйста. Ира Титаренко. Алла. Проходите. У нас уникальный. Здрасте. Получился диван. У нас он состоит на три четверти женщин. На рынке его разработки, мне кажется, это огромная редкость. К сожалению, у нас приболел Саша Макарчук из Нота Медиа. Он извинился, уехал, плохо себя чувствует. Высокая температура. Но я думаю, что нашим экспертам… А я же увидел, он приезжал. Он извинился и уехал. Да, он плохо себя чувствует очень. А еще одного диванчика? А, у нас уже еще Саша. Так, секунду. Сейчас мы тебе принесем стул. Ты пока можешь постоять красиво. У нас есть вот такой диванчик. Присаживайся. Так, все? Мы готовы? Я так увлеклась объявлением девушек, что забыла объявить Сашу Богданову. Компания Агима. Мы хотим вам представить наших участников. Сейчас еще бегло представим. С Виталием вы уже знакомы. Студия Борового, директор. Давайте поаплодируем всем нашим участникам по очереди. Ира Титаренко приехала к нам из Санкт-Петербурга. Генеральный директор АРТВ. Ольга Куликова, артикул «Медиа». Тоже, я думаю, с Олей все знакомы. Ее мы сегодня благодарим за мармелад. Да, энергетический мармелад – это ее проделки. Алла Александрова, генеральный директор ДЭФа. И Александр Богданов, генеральный директор компании Агима. Коллеги, вообще диван – это такая кульминация, когда мы можем вживую помучить людей. И самая главная наша задача с вами не только вопросу задать, а не дать им нас обмануть. Это удивительно. Все, кто выступают на сцене, они стараются выглядеть такими глянцевыми, красивыми, они так приукрашивают ситуацию. А ведь на самом деле все обычно обстоит так, как оно обычно обстоит. Вот раскопать, как оно обстоит, попробовать получить ответы на нужные нам вопросы, очень бы хотелось. У нас есть заготовленные вопросы. И вообще есть большая тема. Да, у нас есть вопросы, которые мы собирали с партнеров. Вообще тему мы выбирали. У нас было несколько идей, на какую тему сделать круглый стол. И потом мы все-таки решили, что тема управления проектов, она неисчерпаема. Хотя, наверное, мы ее же поднимали на прошлых конференциях. Мы ее поднимали, да. И, кстати, каждый раз она вызывала большую дискуссию. И мы подумали, что вообще прошло много времени, во-первых. Во-вторых, скорее всего, и вы, и вы все поменялись. И давайте посмотрим, что вообще сегодня у нас в головах, как мы управляем проектами. Вот то, что у вас изменилось очень сильно. Я думаю, у вас. Мне кажется, каждый год в нашем, ну вообще в управлении проектом меняет все. Мы сначала хотели попросить, наверное, рассказать вас, как у вас в компании организован процесс управления проектами, какая роль менеджера проектов, какая зона ответственности, какой KPI. Ну, наверное, так, вводную какую-то. Может быть, через какую боль вы к этому пришли? Или какую боль пережили? Часто ли кричите? В процессе развития. Ну, вот какие-то такие вещи. Ну, давайте, собственно. У нас есть отдел управления проектами, да, то есть в котором есть руководитель, что немаловажно, я подчеркну, потому что у нас долгое время не было руководителя отдела проектов. Существовали отдельные менеджеры, которые подчинялись директору. Это не очень эффективная работа, да. Вот, и, соответственно, люди, которые в нем работают, ведут проекты, да. То есть на что мы ориентированы? Ну, вроде как любой нормальный бизнес мы ориентированы на то, чтобы делать проекты в сроке, необходимым, качественным, да, то есть и, соответственно, в бюджет. То есть с там прибылью или, по крайней мере, ну, то, что заложено на продажах, о чем мы договаривались. Соответственно, это основные KPI, да, то есть проектов. То есть дополнительно мы меряем у клиентов удовлетворенность, насколько они довольны, да, то есть… Как часто ты видишь KPI? В смысле, как часто мы делаем… Мы примерно квартально общаемся. А с квартал? Нет, ну, мы делаем сводку общую, среднюю. То есть по конкретным сдаче проектов мы видим их, конечно, по итогам, да, то есть мы видим цифры, когда проект закончился, мы подводим цифры, и если у нас он выбивается с какого-то диапазона, мы выясняем, почему есть дебрифинг происходит. Я не знаю, я не знаю, как часто, это каждое утро ты видишь отчеты по тому, как проекты идут. Раз в неделю, раз в месяц, то есть, ну, когда тебе дают отчет по проекту? Отчет по проектам нам дают, мне дают, он готовится, и мне дают его раз в месяц, когда мы общаемся с руководителем отдела. Руководитель отдела раз в неделю мне, в общем, рассказывает ситуацию, которая происходит, да, то есть и мы решаем какие-то насущные вопросы, которые необходимы. Раз в месяц – это общий отчет, когда мы смотрим детально все. Раз в неделю мы общаемся по текущим вопросам. Что-то не договаривает, мне так кажется. Потому что ведь можно разориться, если раз в месяц видеть проект. Смотрите, а смысл его смотреть раз в день? Что ты увидишь там? Ну хорошо, раз в неделю. Раз в неделю мы смотрим. У нас есть оперативное совещание, по которому мы общаемся. Это наш цикл. Сережа, на что ты намекаешь? Отчеты B324 работают плохо. Ну вот видишь. Кстати, они не про проекты. Ну хорошо, что они хоть что-то собирают для вас. Ну давай тебе слово, микрофон. Как у вас устроено? Надо всю правду говорить. Тут написано роль, зона ответственности KPI менеджеров проектов. Вот только сейчас мне позвонил креативный директор, сказал, что он увольняется, потому что менеджеры проектов не понимают ничего в качестве продуктов. И он больше такое говно выпускать не может. Вопрос, менеджеры проектов должны отвечать за качество продукта или не должны? То есть для тебя сейчас это актуальный вопрос, да? Не, ну просто мы про правду же. На самом деле, наверное, сколько компаний, как ни странно, хотя все занимаются веб-бизнесом, веб-разработкой, столько и понимания зоны ответственности, KPI, роли менеджера проекта. У нас, например, вообще все по-другому сделано. У нас есть, так как у нас проекты, это не только создание сайтов, это очень интегрированные проекты, и создание сайтов – это небольшая часть. У нас есть менеджеры проектов, есть аккаунты. И перед аккаунтом, перед менеджером проектов нету задач про деньги, про акты и все, что с этим связано. У них несколько KPI. Сроки, качество, рентабельность. Еще один забыла. Сроки, качество, рентабельность. Еще что-то есть. В битрикс? Не, удовлетворенность клиента на аккаунте. Сроки проекта, качество, рентабельность и качество. 4 KPI. Что? Качество, сроки, дедлайн, рентабельность. Не пошло как-то. Все, я устала, да, простите меня. Качество, рентабельность. Оль, да это неважно, мы поняли. Хорошо, идея понятна. Что ты их контролируешь. Как часто ты получаешь информацию по проекту? Ну по телефону понятно, но это же другой вернул. Ты как наблюдаешь за процессом? Как директор? Ну есть проектный план, сроки по, дедлайн по срокам он понятен. Каждый день я их не контролирую. Мы их контролируем раз в неделю на статусах. При этом у нас нет руководителя менеджеров проектов. Это нам очень мешает. Мы не можем найти правильного руководителя менеджеров проектов. А под кем они? Что? Вообще под кем тогда? Они под проектным директором, но проектный директор, как бы человек выполняет роль проектного директора, на самом деле, фактически это операционный директор. Он совмещает. Еще очень важно, что менеджер проекта в отделе поддержки и менеджер проекта в отдельных проектах, это тоже очень разные менеджеры проекта. Это прям разные люди? А, ну хорошо, мы доберемся до этого. Ир, как у вас? Ну у нас есть продакшн директор, да, соответственно под ним проекты, вот, и они непосредственно отвечают вот за все это, да, качество, сроки, еще раз качество, еще раз сроки, вот. И рентабельность, самое главное, да, как мы это все ведем, уже много раз говорили, ведем мы это все через... Ой, не умею с микрофоном пользоваться. Ведем мы это все через портал Bittrex, соответственно, мы там считаем и рентабельность проектов, и рентабельность сотрудников, и загрузку сотрудников. А? И отчего ты тоже не работаешь? Нет, но мы все допилили сами, у нас все работает. Вот, допиливали мы 600 часов. Обновляться мы тоже научились, в общем, это сложная история отдельная. Вот, соответственно, все, что касается лояльности клиентов, расширения объемов с клиентом, это все аккаунты. Подожди, я не понял, у тебя получается, менеджмент, производство проектов находится под теми, кто продал, под директором по продаже? Есть две ключевые подо мной фигуры, есть продакшн директор, есть продакшн директор, есть аккаунт директор. Да, и мы разделяем, очень многие компании совмещают под одним человеком и проекты, и аккаунтеры. Я только сейчас понял, что все у нас крупные компании, они сейчас нам вот рассказывают, что у них аккаунты и продукты, они все разные, и вообще мы друг друга не думаем, и мы вас не понимаем. Даже психотипы разные. Да, да, да. Ну что ж, ну ладно, хорошо, мы сейчас перейдем. Давай. Пойдем дальше. Алла. Здравствуйте. Ну, у нас действительно есть аккаунты и проекты, и в принципе, наверное, как правильно заметили в начале этого мероприятия, что очень сильно все меняется, меняется каждый год. Если раньше у нас тоже были пары аккаунтов и проект, то в принципе разделение зоны ответственности между ними происходило, исходя из персоналий, скажем так. То, чего больше умеет делать. Да, понятное дело, что аккаунт более клиент-ориентированный, Project больше ориентирован на проект, но сейчас у нас устроено таким образом. У нас есть несколько команд, которые каждая ориентирована на свой, скажем так, тип проектов, кто-то более креативный, кто-то более технологичный, отдельный совершенно команда по поддержке. В каждой команде есть руководитель, который занимается развитием направления, занимается продажами в основном. Под руководителем есть аккаунт, который отвечает за, собственно, работу с клиентами, за картины, качество в первую очередь и за общую рентабельность своих проектов. Под аккаунтом есть Project. Project отвечает за сроки, Project отвечает за, скажем так, рамки бюджета, но исключительно в часах. Его деньги, скажем так, не волнуют, да, у него есть выделенные часы на различных специалистов, за которыми он следит. Вот, и таким образом получается, что очень четкое разделение, Project отвечает за процесс внутри, он коммуницирует с продакшеном. В продакшене есть отдельный руководитель, который, собственно, разруливает всю историю между разными нашими группами по работе с клиентами. И, соответственно, аккаунт больше внимания уделяет как раз таки тому, чтобы результат соответствовал ожиданиям клиента, для того, чтобы все было нормально с бумажками, скажем так, снова же осуществляет до продажи какие-то. И над ним есть руководитель, который все контролирует. Ну, хорошо, мы сейчас начнем вас прокапывать. Саш, вы много раз меняли. Что сейчас у вас? Да, да, вот интересно, я как раз о нескольких фазах расскажу, потому что, на самом деле, мы прошли две основные фазы, как бы, инфраструктуры внутри, менеджерской. Первая была нацелена на, как бы, прохождение максимально широкого потока клиентов. Ну, то есть фактически в виде конвейера. То есть сначала клиент вошел, он приходит в отдел продаж. Потом из отдела продаж он приходит в отдел производства. Потом из отдела производства он приходит в отдел поддержки. Ну, и фактически в каждом из этих подразделений был закреплен клиентом своим менеджером. Что происходило в такой ситуации, какие были плюсы, какие минусы? Ну, минус самый очевидный, то, что фактически конвейер нацелен на вход продукта, ну, или, значит, сырья, да, и на выход продукта. То есть всегда выход. Ты взял клиента, ты провел его через инфраструктуру, и ты его выберешь. Ну, кстати, запись будет. Ты так с терминологией аккуратно. Да. Сырье. Так вот, суть не в этом, да. Значит, суть в том, что в любом случае, когда клиент проходит через конвейер со своей задачей, он в любом случае, ну, вся эта система рассчитана на то, что он уйдет, вот, значит, какие плюсы? То, что ты можешь наиболее эффективно рассчитывать каждый из этих циклов. Ну, то есть, грубо говоря, ты знаешь время производства, ты знаешь ретабельность производства, ты знаешь, сколько тебе стоит час поддержки, ты знаешь, сколько час поддержки нужно, собственно, на клиенте иметь, какой объем часов ты закрываешь, ну, и так далее. Ну, во сколько тебе обходится продажа и так далее. Значит, инфраструктура, которая у нас сейчас, это группы менеджеров, созданные специально под клиентов. То есть, если раньше задача была иметь максимально широкий поток… Сколько у тебя человек, что это? Ну, на Петровке в районе 70 сейчас сидит, ну, плюс Ульяновск у нас еще есть. Но там не менеджер, там программист. Ну, так вот, суть даже не в количестве. Суть в том, какие объемы мы через себя можем переварить. Значит, когда мы имеем конвейер, мы можем переваривать много клиентов, но мы не можем из одного клиента годами получать много денег и реализовывать ему много проектов. Почему? Для аккаунта. Да, ну, потому что переходит… ну, или аккаунт-менеджер, вот в случае с Ольгой, да. В нашем случае мы понимали одно, что когда клиент уходит в поддержку, он в любом случае доходит до самого дешевого уровня обслуживания, потому что поддержка – это более дешевые кадры, это более дешевый менеджмент, более дешевые ресурсы. Самые качественные ресурсы всегда задействованы в производстве. Ну, по крайней мере, так было всегда у нас. В продаже? Нет. В продаже задействованы самые ушлые ресурсы всегда. Так они же самые дорогие. Не всегда. Они могут стать и дорогими, но не всегда самые лучшие. Слушай, ты изменился, у тебя терминология поменялась. Ну, прям много изменений, я вижу. Интересно, почему-то зачем же вы людей называете ресурсами? Ушлые ресурсы, качественные ресурсы. Ну, сейчас я все-таки про первую с кем рассказал, я беру ко вторую больше, да, в ТАФТ. Кто к чему пришли? Мы сейчас, это первое, я про это всегда говорю, что мы полностью отказались от отдела продаж. У нас нету больше продаж. Вернее, продажи у нас поменяли форму. Я вспомнил, ты еще в прошлый раз так брал, что прям хотелось поверить себе. Вот сейчас реально нет продаж. Слушайте, хотите, полиграф ко мне подключите, да, если не верите. Ну, так вот, у нас нет отдела продаж. Значит, как у нас устроено производство сейчас? Мы в какой-то момент поняли, что если мы хотим качественно обслужить клиента в долгую и хотим с клиента иметь максимально большую, с каждого клиента иметь максимально большую маржу или просто максимально большой ценник и того, то мы не можем обслужить весь поток клиентов. То есть мы не можем строить свою систему с расчетом на постоянное увеличение ширины трубы, да? Поэтому нам нужно сконцентрировать менеджерские группы вокруг клиента. В некоторых случаях, я знаю, в некоторых агентствах есть аккаунт-менеджеры, пара, да, аккаунт и проект-менеджеры. В нашем случае стало все совсем по-другому. У нас наверху этой пирамиды есть аккаунт-директора. Аккаунт-директора фактически это выросшие из проектов такие самые серьезные матерые производственники. Аккаунт-директора управляют группой проект-менеджеров. Если к нам вдруг вошла интересная заявка, из этой интересной заявки, эту интересную заявку дальше мы транслируем в одну из аккаунтских групп. Если эта заявка остается в аккаунтской группе, а не отфильтровывается, скажем, в партнерскую программу, то ей начинают уже плотно заниматься. Значит, мы подготавливаемся к тендеру, передаем проект project-менеджеру, project-менеджер занимается, значит, проектом. Если одного не хватает, в этой же группе формируется команда из project-менеджеров. У нас, например, есть проект, на котором трудится 8 менеджеров. Там есть менеджер, который product owner, есть менеджеры, которые управляют кусками производства, есть менеджер на саппорте, ну и так далее. Мне кажется, это неприменимо, да? Она раскачивается. А ты видишь, они же не продают, они просто выходят на улицу, берут любого клиента и до тех пор, пока не получают нужный чек, они его продают. Клиента не надо брать. Если ты хорошо работаешь, клиент у тебя сам приходит. Хорошо. Я сейчас, тем не менее, я к тому, что нету… Даже я запуталась. Да, можно нарисовать, чтобы было понятнее. На самом деле, к чему я это говорю? К тому, что нельзя сказать, что правильно или неправильно какая-то одна система. Или вдруг даже в нашей компании, или в топах разных, скажем, в десятке, могут быть одинаковые инфраструктуры. Всех в компании своя инфраструктура. Мало того, в одной компании, например, в нашей, разные инфраструктуры. Под одним клиентом может быть одна связка менеджеров, в которой есть продакт. У нас всего один продакт в одном клиенте. В остальных клиентах это всегда только проекты. Понимаете? Да, просто когда клиент вырастает до определенного объема, тебе проект менеджер становится недостаточно. Нужен тим-лид. Тебе нужен архитектор. Можно вопрос? Это все менеджеры. Поставь своей компании, производственному процессу, сейчас оценку. Какая рентабельность на проекте при такой команде? Какая рентабельность на проекте? Рентабельность на проекте мы не считаем. Мы считаем рентабельность всего производства. А какая рентабельность? А если у вас один проект прибыльный, а все остальные убыточные, как можно не считать рентабельность отдельных проектов? Если один большой проект прибыльный, а остальные маленькие убыточные, в этом ничего страшного нет. Ужас какой. На самом деле это нормально, потому что приходится зачастую ради роста делать убыточные проекты, Ольга. Зачем? Ну, например, чтобы войти в очень интересный тендер. Иногда некоторые демпингуют. Все мы. Слушайте, ну… Так, так, коллеги, секундочку. Нет, подождите, подождите. Давайте мы не будем уходить. На самом деле у меня предложение, Сереж. Просто мы тут сидим такие большие, у нас немножко по-другому все сделано. Мне кажется, надо понять, что интересна аудитория, и разговаривать про работу project-менеджеров, потому что там есть о чем поговорить. Я не могу вас перевить, подизвините. Менеджмент – это не только project-менеджмент. Менеджмент касательный проектов компании, это, я еще раз повторюсь, это и team-leading, это и архитектура, это и продажа. Хорошо, давайте я приземлюсь. Оль, секундочку. Вот давай мы вернемся. И вот для вас, для всех, просьба. Вот что-то случилось на рынке, и вы руководитель компании в 10 человек. Огоре. Я понимаю, это ужас, да, и вы не знаете, что теперь с этим делать. Как вы организуете менеджмент проекта? Производство. Вот перед вами задача. Во-первых, ну можете грубо, 10 это с вами, не мечтайте. 10 человек, и вы, и вы в 10. Сами придумайте, кого бы вы набрали, и скажите, как вы построите производство. Ну если можно, не очень долго. Давайте я начну. Давай. Первое, что я сделаю, я пойму вообще, какое производство мне строить. На самом деле от этого надо плясать. Есть компании, которые работают в одной индустрии, и делают 100, не знаю, одинаковых проектов каждый день. Я думаю, здесь есть такие. Это одно производство. Давайте проще. Любой клиент, который придет, нет у тебя выбора. Ты пытаешься, вот пришел клиент, отлично, супер, смогли защитить цену, молодцы. Вот неважно. Ну есть один, ну хорошо, 10 человек, есть два менеджера проекта, которые делают новые проекты, есть один менеджер проекта на поддержке. То есть ты делаешь два менеджера из 10 человек? Ну да, можно аутсорсить, старе. Ну одним, одним. Можно аутсорсить менеджера проекта. Не, просто, Сереж, я вот на себя ориентируюсь. Когда у нас было 10 человек, у меня был очень большой объем проектов, и ни одного менеджера было мало проектов. Ты была менеджером проекта? Ты продавала? Я продавала. У тебя был один менеджер проекта? Нет, у меня было два менеджера проекта. Два менеджера проекта, которые следили за производством. Которые делали проекты. Хорошо, как бы ты строила дальше производство? Ну вот они двое. Они ведут клиента, они же аккаунт, они же менеджер, они же коммуницируются. Ну, в таком случае аккаунтом работала я, потому что на тех больших проектах, которые мне были важны, я занималась там аккаунтингом. Я с ними разговаривала. С клиентами? С клиентами. Я понимала, что не так. Они эскалировали на меня, и фактически я выполняла задачу. Как ты контролировала менеджеров проекта? Менеджеров? Ну, вообще, когда 10 человек, все вручную. Ты приходишь каждый день утром, спрашиваешь, как дела? Днем приходишь, говоришь, как дела? Тебе клиент позвонил, ты приходишь, говоришь, надо сделать вот так. Но когда 10 человек, все происходит вручную всегда. Ну, как бы, а потом надо строить процессы. Когда 10 человек, самое выгодное, я не знаю, рентабельное производство, потому что очень сокращается этапы коммуникации. Окей. Ну, кратенько, поговорите. Самый важный момент, надо понимать, что есть такая хорошая фраза, что продукты потребляются, а услуги переживаются. Поэтому, если ты экономишь на менеджерах, это значит, что ты экономишь на качестве услуги. Я поясню. Иногда невозможно сделать принципиальный скачок в качестве. Вот о чем Ольга говорила. Мы, там, креативный директор, да, уходил, который мы не можем выпускать. Сегодня собрался, потому что мы не можем. Поэтому иногда невозможно просто физически на этом рынке делать проекты более качественными, потому что он рынку, во-первых, не нужен, во-вторых, это стоит там в три раза дороже, никто этого не купит и так далее. Поэтому менеджмент проектов, это вот, что все запомнили, да, эта фраза, по-моему, Бековит написал, да, то есть есть такая продавая незримая книжка, да, что услуги переживаются, да, то есть поэтому, если ты клиенту не отвечаешь неделю на его письмо, он будет считать, что твой сайт полный отстой, вне зависимости от того, что там твой дизайнер нарисовал. То есть ты при производстве не отвечаешь ему? Ну, если клиент написал письмо, а твой менеджер так загружен, там, он один на всю компанию, да, то есть он там еще и с пресейлом, там помогает, там, считает что-то, и я там, не знаю, и ребенка из детского садика забирает, или там болезнь. Сейчас, подожди. Хорошо, я… То есть я имею в виду, что на 10 человек, ну, должно быть как минимум, там, если клиента, менеджеров должно хватать, чтобы качественно обслужить, ответить каждому клиенту, то есть это минимум два… Но ты позволить себе не можешь два. Можешь, можешь, конечно. Смотрите, деньги приносят менеджеры. 20% менеджеров проектов. Надо просто менеджмент продавать. А я не знаю… А ты при 10 человеках продашь? Конечно. Вот я, мы сейчас очень много работаем, микрофон, дай, пожалуйста. Мы сейчас очень много работаем с подрядчиками, да, у нас есть там целая база сертифицированная. Я не знаю, каждый второй подрядчик, с кем мы начинаем работать, не включает смету ни менеджмент, ни тестирование. Не, мне хорошо, да, но я просто знаю, с чем я потом столкнусь с ним в работе, да. Он мне сделает плохо, потому что у меня нет ни менеджера, ни тестирования. Я из-за этого пострадаю. Я сама им говорю. Мне кажется, вы забыли, что такое 10 человек. Я, конечно, ошибаюсь. Нет, Сереж, ну… Ир. Я, между прочим, в московском офисе сейчас 35 человек. Они 70. Не убей меня. Где остальные? Я могу вспомнить 10 человек. В общем, я помню, чем была моя голова забита в основном. Это самое главное. Я не знаю, я никогда не думала, сколько мне нужно менеджера, сколько мне нужно еще чего-то. Я всегда думала, сколько я хочу зарабатывать. Соответственно, я всегда смотрела. Вот у меня есть один программист, да, он, к примеру, мне может сделать максимально, там, 160 часов рабочих, да, какую реализацию, по какому часу я продаю. Потом я просчитываю, сколько человек у меня должно это вести. То есть, и там будет, если мне нужно 2 человека менеджера, значит, 2. Вот и самое главное, мне кажется, следить за реализацией с закрытыми актами. Вот то, чего вот люди в 10 человек очень часто… За этим я, слава тебе, господи, сейчас не слежу, а тогда я следила. А, 10 человек, все. Да, да, конечно, за этим я слежу. То есть, я выполняю на тот момент роль руководителя производства. Проджекты – это, конечно же, проджекты, возможно, даже где-то проектировщики, и, возможно, это СЭУЗы, ну, когда мы говорим о 10 человеках, да, набираем обороты, а дальше расширяемся и повышаем качество, профессионализм и так далее. Расширяемся, дальше до 70 забываем, как страшный сон. Но до 70 не факт, что это прибыльно, понимаете? До 70 это можно, дай бог, чтобы прибыльно было, потому что есть какая-то еще золотая середина прибыльности. Коллеги, вы кратенько сформулируете, не про свои компании, вот вы управляете. Да, коллеги очень много уже рассказали, в принципе, в каждом рассказе есть доля истины, но я бы основное внимание уделила, конечно, такому человеку, который бы совмещал в себе прожекты и аккаунты, потому что очень важно, чтобы человек мог адекватно следить и за качеством, и за процессом, и при этом очень качественно общаться с клиентом, потому что правильно было замечено, что мы все-таки оказываем услуги. То есть после продажи клиента вы подписали договор, получили предоплату и говорите теперь клиенту, вот теперь вами занимается вот этот человек. И дальше его задача общаться, произвести и завершить проект. Да. То есть он отвечает за то, что был подписан финальный акт, а вы сами занимаетесь продажей следующей. Ну, в принципе, разделять это нельзя, потому что клиент, он же, это же не такой истории, что вот он пришел, в одну какую-то компанию ему там продали, а в другое ему делают, да? Мы говорим о том, что, да, могут привлекаться подрядчики, но при этом все равно… То есть директор все равно он еще и аккаунт будет, да? В какой-то степени да. Да. Пожизненный аккаунт, как озвучили, очень правильно. Что бы я с десятью человеками делал? Кто бы они были? Да. На самом деле все зависит от задачи. Два варианта у меня есть. Вариант номер один. Если бы я хотел делать дорого и очень качественно, да, но единичные продукты, то я бы, конечно, взял… Ну, я был бы один, я бы сам все продавал, а сам бы все менеджал, а было бы девять человек в команде. Все, что нужно для производства хотя бы одного, но качественного сайта. Ну, риски огромные. Но зато я бы делал дорогой и очень качественный сайт у себя внутри. Понятно, да? Хорошо, второй вариант. Я бы был уверен в качественном. Второй вариант. Команду, которая бы мне принесла бы быстрее бы деньги, но зато которая бы никогда бы не могла бы обеспечить того же качества. Я бы всех десять человек сделал бы менеджерами. Они бы и продавали бы, они бы аккаунтили, опилили бы все на вне, то есть на аутсорсе. Конечно, бы качества такого бы не было бы, но мотивация была бы всегда в проценте от проходящего через них потока. Понятно. На самом деле, любая из студий, которые даже здесь собрались, это скорее всего симбиоз вот этих двух решений. Но тем не менее, вот решение таких полярных два. Ну окей, давайте будем начинать задавать вопросы. Представляете, вставайте, представляете, что можно работать. Да-да, работаю. Валерий, компания Flexmedia, Минск, Москва. Скажите, пожалуйста, вот у вас аккаунтинг и проект менеджмент, да? То есть два человека. Когда работает один человек, он же работает с клиентом, он с ним обсуждает все, ведет там сроки, все-все-все, он же работает и с командой, он держит вот руку на пульсе, он знает, когда что, чего рассказать, как ответить и так далее. Как вы справляетесь, когда у вас выполняют функцию два человека? Потому что продать там одно, договориться одно, а реализовать это, произвести это другое. Да, давайте прокомментирую. Наверное, начну с того… Два человека отвечаем, чтобы мы больше вопросов. Начнем с того, что на самом деле управление проектами у нас начинается еще на этапе продажи. У нас очень четко регламентированы процессы, состав работ, ну как бы, собственно, цикл разработки проекта. Мы знаем, что в каком-то случае можно оттуда что-то исключить, в каком-то случае там есть вариации каких-то этапов, скажем так, но они достаточно четко у нас систематизированы, и любой человек, который продает, будь то аккаунт-директор либо аккаунт-менеджер, он прекрасно понимает, что при осуществлении продажи он не может выдумать что-то, не согласовав это со всей командой, не согласовав это с руководителем производства. Далее, так как мы представляем весь процесс, то работа строится достаточно гладко, потому что все понимают, на каком этапе находится проект. Есть очень четко… Во-первых, ведется план-график. Есть очень четкое разделение обязанностей. Если мы говорим, например, об этапе проектирования, когда надо проект продумать, четко понять клиента, сформулировать, то есть, собственно, что надо сделать, на этом этапе очень много работает аккаунт, потому что он общается с клиентом, он выбивает все требования, он согласует. Менеджер в этом случае выполняет, по сути, такую больше ассистентскую работу, потому что он занимается резервированием специалистов, контролем того, чтобы в то время, когда выделено на проект, они занимались именно его проектом, чтобы с клиента вовремя были получены все ответы, файлы, не знаю, все-все-все материалы. И, соответственно, чем дальше мы уходим в продакшн, тем меньше начинает подключаться аккаунт, и тем больше работает проект. Но мы понимаем, что если клиент всегда знает, что для него основной контакт это аккаунт, если у него есть какой-то там сложный вопрос, он обращается к аккаунту. Если у него есть какое-то непонимание, он обращается к аккаунту. Менеджер коммуницирует в основном с клиентом по вопросам, например, предоставления контента, согласования каких-то маленьких, небольших, незначительных, скажем так, промежуточных результатов, предоставления ссылок и так далее. Коллеги, чуть компактнее отвечайте, потому что нам нужно больше вопросов задать. Да, проект менеджер в том числе общается с клиентом, но, скажем, именно по операционным вопросам. А у нас только проектный менеджер общается на проекте с клиентом, а аккаунт общается на потенциальных, по мне, проектным вопросам. То есть, пока проект делается, с ним общается проект. Но если клиент говорит, у меня там еще одна компания спускается, мне еще один сайт нужен, его обсуждает аккаунт и не отрывает проект от текущей работы. Ну, давайте еще вопросики пойдем дальше. Максим, Ольга, тут, наверное, все уже пробовали мармелад. Расскажите, сколько менеджеров завязано на этом проекте? Слушайте, ну не по теме. Мне жалко время Сергея. Четыре человека работают в компании, четыре акционера, они все делают. Пожалуйста. Дмитрий и компания Льфатим. Вот мы говорили про обработку потока. Хотелось бы задать вопрос, есть ли какие-то средства по управлению и регуляции этого потока. То есть, не секрет же, что поток был волновой. То есть, ну, пришло много клиентов сами по себе, мы их все взять не можем. Кому-то приходится отказывать, потому что мы не можем всех выполнить. Вы имеете в виду, когда в производстве затор возникает? Ну, да, выше головы прыгнуть не можем, тем не менее, временами иногда сезонность… Как вы сигнал продажникам даете, что все, горшочек больше не варим? Да, когда наоборот спад идет, нам надо какую-то активность принять, чтобы наоборот без дела не сидеть. У нас две волны такие, весна и осень очень большая, летом провал. У нас есть сертифицированная партнерская сеть, если наше производство захлебывается, мы это делаем с нашими сертифицированными партнерами. То есть, с теми, с кем вы уже работали, вы аутсорсите? Да, у нас все контакты новых подрядчиков через сайт попадают в базу, мы их сертифицируем с помощью… Вон там сидит, Костель, он этим занимается, он их сертифицирует, дальше менеджер при работе пишет комментарии, ставит звездочки, как в социальной сети, и дальше, когда новый проект поступает, его некуда деть, ну, какой-то берется подрядчик. Мы так вот масштабируем. У нас тоже есть партнерская сеть, тоже можно на сайте заявку оставить, но на самом деле, если отвечать на вопрос, конечно же, часть заявок всегда уходит партнер, но скорее не по принципу, что, скажем, сегодня в производстве тесно, да, а скорее по принципу того, занимаемся мы этим или нет. Вот мы на чем-то специализируемся, мы это умеем делать очень хорошо. Нам нравится определенного плана клиента. И когда к нам такие заявки приходят, мы знаем, что мы их действительно хорошо обслужим, за них беремся. Подожди, но менеджеры перегружены. Вот вы говорите, ты тоже, кстати, сказал про аутсорс, а менеджеры-то перегружены, нету больше менеджера проекта. Ты можешь заутсорсить, но рулить больше не можешь проект. На самом деле, вот по поводу менеджеров, менеджеры тоже выращиваются. Как они могут быть загружены, если… Я тоже не представляю, что менеджеры всегда загружены. То есть, есть история такая, что, во-первых, у тебя есть несколько уровней менеджеров, это всегда. И младшие менеджеры подрастают старше. Ты им передаешь более такие простые задачи. Более крупные менеджеры растут, они масштабируются. Ну, то есть, на самом деле, такой проблемы нет. Но действительно, есть вопрос в том, что некоторые проекты просто в твое производство не могут попасть, потому что им там некомфортно. У тебя инфраструктура не создана под них. Им проще, их проще обслужить партнерам. Я уже говорила о тех проектах, которые нам интересны, в принципе. Если делать планирование… Я прошу прощения. Если делать планирование денег на год, вот вы думаете, сколько я идеально хочу заработать, не знаю, исходя из своего прошлого года. Вы понимаете, сколько вам нужно менеджеров, не знаю, каждый месяц, да, и сколько проектов. И вы заранее, ну, как-то, не знаю, можете масштабироваться. В конце концов, ну, наймите менеджера на аутсурс на один проект, да, там, на проектную работу. Если проект рентабельный, его хочется взять, а менеджера нет. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Меня зовут Данила, ксиома софт. Как вы считаете, должен ли менеджер уметь программировать и должен ли это делать? Зачем ему это делать? Мне кажется, точно не надо. Ну, не знаю. На самом деле, бывают менеджеры, которые рвутся то рисовать, то проектировать, то программировать. Мы тоже запрещаем это делать, потому что менеджер должен управлять этими процессами. Да, он, конечно, должен иметь возможность разговаривать, скажем так, со специалистами, ну, там, с какой-то степенью понимания, да, конечно, не лезть в код и так далее, но не давать себя одурачить, скажем так. Но при этом самостоятельно такие вопросы он решать не должен. Я думаю, что это даже противопоказано, потому что, если менеджер начинает куда-то лазить в код, то есть это мешает вообще процессу всему, который налажен, потому что зона ответственности меняется. Вот он полез куда-то, да, и что-то сломал, и что делать дальше, да, и как с этим бороться. Вот этот менеджер программирует, а этот не программирует. Поэтому, ну, мне кажется, там обязанности менеджера должны быть прописаны, ну, и он должен в них рамках работать и программировать ни в коем случае не должен. Маленькие просто примеры жизни. Здесь я решила понаблюдать, чем занимается SEO-отдел, но у меня есть иногда раз в год копнуть какой-нибудь отдел, ну, вот, и вдруг вижу SEO-шников, которые верстают. Это чуть не убило. Я говорю, а почему ты верстаешь? Он говорит, ну, понимаешь, у нас-то разработчики все загружены, поэтому я сам говорю, да, ну, соответственно, я вижу результаты по его проектам, все, то есть результаты у него плохие. Почему? Потому что мы вместо того, чтобы использовать свою умную голову, сидим, верстаем. Но ситуацию изменили. То есть даже бывает у агент СОПа там такие штуки. Пожалуйста, вопрос. Андреянов, Игорь, вот коллега говорил о том, что в Ульяновске, да, у вас есть СОП производство, там только программисты. А почему только программисты? И у кого еще вот есть… Потребность масштабирования программистов на самом деле у нас максимальная. Просто у нас так сложен портфель клиентов и поток задач, что у нас, наверное, процентов 70 это работа по сложному программированию на 1С Битриксе. Нет, нет, нет. Нет, нет. Конечно же у нас много программистов собрано под одной крышей у себя внутри, ну то есть где в целом все производство. Но мы понимаем, что некоторые задачи вполне можно делегировать, да? То есть некоторые задачи должны оставаться внутри, а некоторые части задачи можно делегировать. Ну, предположим, вы ведете сложную разработку, я не знаю, калькулятора какого-то, да? Страхового. Мы это очень любим и умеем делать, да? И ты можешь распределить эту разработку калькулятора на несколько шагов. Вот Team Lead, который будет заведовать целостностью этого калькулятора, должен сидеть у нас внутри. Может быть даже один программист, который будет пилить один из шагов. Но остальные два шага мы можем передать наружу и, соответственно, заниматься постановкой задачи и приемкой. Сейчас, минуточку. Игорь, у нас все правильно организовано. Помучаешь его отдельно на фуршете? Можно я задам вопрос? Не хотел бы эту тему обойти и прям хотелось бы получить от вас конкретные рекомендации по системе мотивации ваших двух менеджеров из десяти человек, как у них должна считаться зарплата. Чтобы вот эта ваша компания на десять человек, предложите KPI. Как его построить? Как им платить деньги? Ну тут, опять же, в докладе я писал про циклы, да? То есть в каком цикле находится компания, если она в стадии роста и нужен оборот, мотивируйте наоборот, вам прибыль не так важна, потому что, когда ты начинаешь делать мотивацию на прибыль, на рентабельность или на какие-то другие параметры, какие-то коэффициенты загрузки, всех по-своему, то, понятно, ты ограничиваешь менеджера, ты как бы работаешь на эффективность. Хорошо, предложи две формулы по KPI. Ты говоришь, компания рассчитывает на рост. Ты, например, платишь, то есть какой-то есть план по обороту, то есть ты должен закрывать в месяц, квартал какую-то сумму, ты рассчитываешь, какая тебе нужна. Ты должен кто-нибудь готов отдать. Ну ты делал так? Да. Ну какой ты процент отдавал? Ну я не уверен, что сейчас стоит это. Во-первых, не факт, что я вспомню точную цифру, потому что это было года 4 назад. То есть, во-вторых, я так делал и дальше уже каждый рассчитывает свой процент от оборота, который он готов, например, платить. У него разные менеджеры по-разному получали, он не хочет говорить... Да нет, ну просто сейчас это не настолько актуально. Сергей, я скажу, у меня абсолютно прозрачная система. Вот максимально прозрачная. Действительно, у большинства агентств и у нас тоже прижилась больше всего система мотивации, заточенная на отгрузке. Ну то есть, когда ты по факту выполнения работ можешь оценить эффективность менеджера. Что значит по факту выполнения работ? Сдан кусок большого проекта или целый проект клиенту, подписан акт, за этот акт происходит вознаграждение. Какое? Вот у нас 10% атак. Ничего себе. Так, Оль, как у вас? Удивительно, 70 менеджеров получается. Наверное, не каждый год. Мы меняем систему мотивации. Последние, наверное, три года у нас такая. Значит, есть фиксированная часть зарплаты на абсолютном рынке. И мы ввели бонусную часть. Бонус зависит у менеджера проекта от нескольких показателей. Первый показатель это оценка руководителем по трем параметрам. Качество работы, наверное, сроки. Ну, в общем, три параметра, которые оценивает руководитель в процентах от 100%. И один показатель рентабельность. Она у нас всегда не меньше 27%. Если рентабельность менеджера на проекте больше 27% держит, соответственно, он получает определенный процент не от проекта, а от своего оклада. От своего оклада, да. Соответственно, есть годовой бонусный план. Если человек работает максимально хорошо, он, по-моему, сейчас я могу ошибаться, ну, там у кого-то есть три зарплаты, у кого-то пять, там у топ-менеджеров там очень большой бонусный план. В первом квартале мы бонусы не выплатили. Ну, посчитали, что компания работала неэффективно. Спасибо. Ир, как? Ну, я считаю, что если компания небольшая, то нужны процентовки. То есть, да, там 10%, 20%, конечно, от реализации никаких оборотов. Ну, то, что Саша Богданов называет отгрузки, да. Но вот если компания уже большая, то тогда нужно, конечно, делать бонусы при достижении тех или иных целей. То есть, если это… Ну, ты не теоретически, ты скажи, как бы ты сделала. Ну, я говорю, что если бы 10 человек, если бы 10 человек, надо стимулировать людей очень сильно, да, чтобы расти. Значит, 10-20%, нет, 10 достаточно. 10% от отгрузки. Гадаешь. Почему, гадаешь? 10% от реализации в месяц, да, человек, не знаю, у него ставка 30 тысяч. Какая? Актов, я не знаю. Понимаю слово реализация. На самом деле… Человек закрыл 500 тысяч. Акт в миллион 100 тысяч его премия, да? На закрытие проекта. Так вот при таких оборотах я бы уже не ставила процентовки, а ставила бонусы. А бонусы это что? Это процент к зарплате? Это бонус, какой-то фиксаж, да, при достижении… Фиксированное от проекта. На самом деле достаточно четко есть разделение действительно у тех, у кого зависит зарплата от оборота, у кого зависит там от реализации. Да, потому что если мы говорим о людях, которые связаны с продажами, да, и с контролем там поступлений, да, это от оборота. Если мы говорим про менеджера, то здесь скорее просто бонусы за выполнение действительно задач, за эффективное выполнение проектов. Так как у нас, например, менеджер проекта не отвечает за деньги вообще, он отвечает за там выполнение в рамках часов, выделенных на проект, да, то, соответственно, если, ну, снова же, он может получать бонусы за счет того, что он ускоряет процесс реализации проекта. Если он, например, немножко больше поработал, да, если он выполнил проект эффективнее, то, в принципе, возможно, мотивация за счет выделенных часов. Уроки или мотивация на рентабельность, мне понятно. Мотивация от чека, мне не очень понятно, потому что как бы чек-то не от него зависит. Сейчас я объясню. На самом деле от него зависит чек. Еще раз вспомним про ту инфраструктуру, да, про ту инфраструктуру, которую я описал. У меня один менеджер, ну, по умолчанию, если проект более большой, несколько менеджеров, или целая аккаунтская группа обслуживает одного клиента. Задача на одном клиенте иметь максимальное количество работы. То есть задача менеджера… До продажи? Нет. Просто переваривать максимальный объем. Управлять инфраструктурой, которая может переваривать максимальный объем. Дальше у меня есть… Помните, я вам в прошлый раз рассказывал, что у меня, например, тимлиды замотивированы на рентабельность и считают рентабельность. И вы удивились, вы сказали, как это тимлиды могут считать рентабельность. Может быть, тимлид – это есть менеджмент проекта? Тимлид – это управление с командой разработчиков. И он замотивирован на рентабельность, А в это время PM замотивирована на то, чтобы дать максимальный объем этому тимлиду. Понимаете, получается система сдержек и противовес. А если продали нерентабельный проект? А его тимлид не возьмет. Тимлид не возьмет в производство проект, который будет нерентабельным. Саш, ты до этого оцениваешь? Оценивает проект в часах тимлид. Саш, ты до этого сказал, что ты берешь нерентабельный проект. Объясни. Так, погодите, погодите. Главное пул. Главное, чтобы все было. Когда есть задача взять нерентабельный проект, чтобы потом взять большой рентабельный проект, это один случай. А когда мы говорим про то, чтобы постоянно брать нерентабельный проект, это же нет. Я вижу, что ты на самом деле и не договариваешь, и очень много говоришь. А в это время мы не платим зарплату тимлидам? Вы спрашивайте, я на все готов ответить, Сергей. Пожалуйста, вопрос. Дмитрий, вопрос следующий. Менеджеры, это выросшие технари или это… А уже спрашивали мы это. А, нет. Нет, нет, нет. Технари или профессионалы менеджеры? Это выросшие технари. На самом деле, вот если ко мне приходит менеджер, я вижу, у него хороший технический бэкграунд. Это практически, ну, не 100%, но 50%, что он к нам попадет. Ира, у тебя? Алла? Мы тоже предпочитаем больше технари, хотя, в принципе, образование, как вы знаете, в нашей стране не всегда соответствует профилю и навыкам человека. Вообще аккаунты лучше гуманитарии, да. Менеджеры технари, но бывают исключения. Я думаю, что все зависит от проектной среды. Если проекты простые, ну, то есть это зависит от проектов. Ты всегда так отвечаешь. Если сложные проекты, допустим, если калькуляторы… Слушайте, если там в проекте 20 программистов, 20 программистов, которые сидят и пилят какой-то калькулятор, правильно? Ну, куда там придет гуманитарий, что он будет говорить, что он там будет делать? То есть если у тебя проекты там сбалансированное производство, там с объемом небольшим, то почему нет? Меня зовут Ольга, IT-студия Иванова. Вопрос такой. У нас компания, в принципе, небольшая, да, по меркам того, что я здесь слышала, 25 человек всего. И у нас сейчас такая проблема. У нас есть руководители проектов, которые, ну, видимо, какую-то функцию темлидов, что ли, осуществляют. Потому что они ведут проект от продажи до выхода уже, тестирования, и опять заводят этого клиента на новую продажу. То есть это единый человек. Это супер. Да. Ну, вот мы к этому стремились очень долго. Слава богу, у нас все это дошло. Вот. Но проблема в том, да, проблема в том, что между циклами вот этих вот итераций, да, на доработке, менеджер проекта тратит очень много времени, это квалифицированные люди, они тратят очень много времени на поддержание взаимоотношений с клиентом. Вот. И как эту проблему, может быть, вы посоветуете решить? Может быть, у вас какие-то есть выходы? Многоуровневая система менеджмента. Вот если, вот помните, мы говорили про то, что все начинается с проектов, где один менеджер может, в принципе, все это сделать. И продать, и сделать, и так далее, да? Вот это маленький проект. Когда проект начинает расти, ты внедряешь уровни. То есть вот в нашем случае на очень большом проекте, как я сказал, у нас есть продукт-оунер, это главный старший менеджер проекта. Под ним есть PM, далее есть джуниоры, которые мелкие задачки подпилят. Дальше есть тим-лид. Вопрос, как уменьшить болтовню с клиентом? Я правильно понимаю? Ну, как эту болтовню, наверное, сделать эффективнее? И вообще у нас задумка какая была, что отдать это там менеджерам низшего звена, те, кто у нас на обучение приходит. Вот. Мы тоже поняли, что это ошибка и проблема. Я бы посоветовал вам ограничить количество клиентов, которые есть у одного менеджера и замотивировать его, соответственно, на то, чтобы он плотнее работал. То есть вы ограничиваете у менеджера, да, то есть объем клиентов. И, соответственно, он вынужден будет давать вам с одного клиента больше, а вы тем самым, нанимая новых менеджеров, расширяете свой бизнес. Ну, вот в таком ключе. Потому что если у менеджера будет много клиентов, он не сможет уделять внимания, и до продажи пройдут мимо, и клиент будет недоволен. Это понятно, но тогда у нас возникает следующая проблема, что… Я прямо очень кратенько. Что все там провалы в производстве, да, то вот они все заняты, есть эти проекты, потом вот это вот длительные какие-то переговоры, и ничего в производстве. Как выживать тогда при этом? Планировать. Говорят, одни делают другие. Я думаю, что у вас уже большая компания. Вам нужно завести, пока попробовать одного аккаунт-менеджера и внедрить его на самый большой проект, который приносит больше всего денег. На этот проект поставить аккаунта и начать с того, что на все встречи они будут ездить вдвоем, да, аккаунт внедрится в проект, и он на самом деле будет таким же P&M, как первым, только он вообще не будет касаться производства. А его можно взять из предыдущего менеджера? То есть можно взять на аккаунт того, кто раньше производил? Можно, можно. Этим может даже заниматься директор, если у него есть такая возможность. Не отвлекать менеджера от производства P&M, а заниматься этой болтовней. А еще надо понять, ну как бы, что это за болтовня? Это до продажи? Это, ну вот, что это за коммуникация? От этого иногда тоже очень часто зависит. Пожалуйста, вопрос. Ну, если это до продажи, я говорю, вот такая электрокардиограмма больного, мы же все это проходили в свое время, соответственно, ну, пока один делает в продажах провал, пока он продает в производстве провал, соответственно, вот вы берете самый большой проект, и с этого одного проекта вот как бы внедряете этого аккаунта, который до продает. Или он продает не на этом проекте, он как бы отдельно начинает продавать, не отвлекая менеджеров от производства. Ну, если у него на одном проекте получится, да, вот как бы, ну, к нему можно или другие проекты подключать, или, ну, там, на него продажи свалить. Ну, обычно тяжело найти человека, на которого можно сразу продажи свалить. Ну, то есть он должен… Ольга. Извините, пожалуйста. Долго говорю? Долго. Спасибо. Я вынужден, к сожалению, да, последний. Такой у меня вопрос. Мы внедряли у себя мотивацию использовать те самые замечательные, там, четыре показателя эффективности менеджеров, которых три у нас было. Качество, там, сроки и рентабельность. Как рентабельность оценить понятно, как качество оценить непонятно. То есть качество проекта – это вещь очень размытая, зависит она от кого напрямую тоже сложно. От клиента. Тоже со сроками. Соответственно, сроки задерживаются по разным причинам. Это и покапы на производстве. Ну, ладно, их еще контролировать проект-менеджер может. А что делать, когда сроки, там, со стороны клиентов, вот как в этом случае привязывать мотивацию? Что мы как сделали? Мы взяли, там, оклад, процент от, соответственно, там, проекта и умножаем это на KPI. Но KPI по качеству, там, он очень сложный. Как его, там, правильно оценить? Как оценить KPI по качеству? По качеству, да. Ну, это очень сложная, субъективная KPI. Его оценивает руководитель, оценивает, как оценивает. С этим ничего не сделаешь, к сожалению. На самом деле, по качеству мы таким образом действуем. Есть, там, вопрос качества внешнего, есть вопрос качества, скажем так, внутреннего. И очень часто бывает так, что какой-то специалист что-то делает, передает, менеджер проверяет, возвращает назад. Во-первых, мы следим за количеством вот этих вот возвратов, не дошедших до клиента даже. А во-вторых, у нас есть определенные там нормы на разные задачи, что вот специалист должен понимать. Если он сказал готово, то у него потом будет только 10% от того времени, что он затратил на реализацию. Да, я понимаю, но менеджер просто он за этим как раз-таки следит. Его задача объяснить своей команде, что нельзя отправлять клиенту что-то недоделанное. Можно я скажу, вот эти все на самом деле KPI по качеству не работают. Вот даже Ольга сегодня увольняется креативный директор из-за проблем с качеством. Хотя у нее внедрены KPI по качеству. Вот я пытался их внедрить, я даже пошел чуть дальше. Я не субъективно оценивал, ну и не мои топы субъективно оценивали работу своих подчиненных. А мы реально создали человека ответственного за качество. Он каждый месяц обзванивал клиентов и проходился по чек-листу. Удовлетворяет ли вас срок разработки и так далее и так подобное. И по этому критерию вот как раз вот этот вот дополнительный KPI к процентам давали. И все равно это не работало. Вам не нужен KPI по качеству. Коллеги, извините. Это коллективный KPI. Качество – это коллективный KPI. Сейчас, секундочку, Сергей. Просто хорошо докладчик до нашего здесь стола сказал про то, что в компании должна быть какая-то культура. Вот как раз вот эта культура, ее хранителем являетесь вы, как владелец вашей компании. Тезис любопытный. Что вы все равно должны производить с достаточным качеством или с таким качеством, как вы считаете этичным производить. А далее вы это и контролируете. И вот Ольга как раз креативный директор, хранитель этого качества. И у нас точно так же. И они первые, кто начинает кричать, что за фигня, почему мы такое говно сдаем. Когда вы следите за сроками и за рентабельностью. На самом деле, я сейчас последнее скажу технику тех дир, контроль качества. Все, что к дизайну, к визуалу ардир. Все к менеджеру. Менеджер попадает в ту среду, опять же, в ту, в которую попадает. Некачественно делают, некачественно. Качественно – качественно. Это уже руководители следят. Нет, менеджер тоже следят. А качество коммуникации – это уже руководитель, аккаунт дир. У нас действительно завершается время. Я попрошу, начиная с тебя, сказать буквально несколько слов. Вот мы говорим про менеджмент, который вы даете совет. Вот я хотел бы вам сказать. Не делайте так или делайте вот так. И будет счастье. Один-два совета, которые вы могли бы дать коллегам для организации менеджмента или по KPI, что вот это работает. Что бы вы могли посоветовать? Во-первых, менеджеров действительно выращивать. То есть когда в компаниях есть разные организационные культуры, и поэтому лучше менеджеров выращивать, чем привлекать их снаружи. Потому что не все люди подстраиваются, не у всех те же ценности, что и у вас. Поэтому вот работа, как говорили, с ассистентами менеджеров, с младшими менеджерами, то есть как бы вот эта система реально работает. И второй момент – это необходимо обучение. То есть сами люди не вырастут, потому что надо контролировать их обучение. Поэтому занимайтесь разработками системы обучения менеджеров, давайте им регулярную обратную связь. И таким образом они достаточно быстро прогрессируют. Вот это мой совет. Ира, может ты пока? Ольга размышляет. Я просто не понимаю, совет в какой области? Менеджером или в какой? Не знаю. Про менеджером, да? Руководителем. Про менеджером по производству. Оля, по-моему, созрел. Показывайте пример лично. Если вы что-то не делаете, вы никогда не заставите делать это своих менеджеров. Программируйте сами. Мы про менеджеров, а не про программистов. Я шучу. Звук давай совет. Да, можно я тогда совет. На самом деле, вот говорят, что, значит, там, некоторые считают, что менеджмент – это… В задаче менеджмента не входит в качество. Я, например, считаю, и на самом деле смотрю в первую очередь, как ко мне приходит менеджер на его портфолио. Что он производил? Какие проекты выходили? Твой совет – смотри портфолио. Да. Мой совет менеджерам. Да? Мой совет менеджерам, на самом деле, думайте о качестве. Всегда в первую очередь качество. Я могу сказать одну простую вещь. Даже если вы профачили сроки. Бывает. Если вы сдадите в итоге качественный продукт, к вам всегда заново обратятся. Спасибо. Я бы, наверное, сказала, что, да, отлично смотреть за качеством, отлично выращивать менеджеров у себя, но самое главное, что человек сможет чего-то сделать для вашей компании, для клиентов только в том случае, если ему интересно работать. Смотрите за тем, чтобы менеджеру было интересно. Думайте, почему у него могут быть какие-то сложности, да, и работаете именно в этом направлении. Да, я, наверное, тоже подержу в эту сторону. Ну, то есть прививайте любовь к клиентам, именно такую настоящую, искреннюю, да, потому что тогда будут и большие объемы, и отгрузки. То есть бывают менеджеры толковые, но коммуникативные навыки очень слабые. То есть развивайте коммуникативные навыки или подбирайте таких людей. Ну и, соответственно, учите считать сразу деньги. То есть акты отгрузки, да, вот это вот очень важно. Будет всем счастье. Пока не вскакивайте, давайте поблагодарим наш круглый стол за участие. Можно вопрос? Я вопрос при всех, чтобы… Будут ли работать отчеты? Нет, Сереж, у меня… Смотри, очень много на самом деле… Вот, о чем я бы хотел сказать прямо отсюда. Очень много компаний, кто уже давно и сам пилит на портале какие-то проектные вещи. Nota Media, Def… Деф, да. Возьмите лучшее решение, выложите в Marketplace. Мне кажется, это будет большая помощь, не знаю, всем сидящим и мне в том числе. Спасибо. Хорошо, подумаем. Я бы, прежде чем мы с вами встанем и разойдемся, и пойдем общаться, пригласить сюда компанию MC Art и врутить им награду как лидерам. Коллеги, прошу вас сюда. По количеству опубликованных приложений в Marketplace. Вот вы не ожидали, а мы вас благодарим за то, что вы создаете приложения и публикуете их. Спасибо вам. Ну что ж, коллеги, завершились два дня партнерской конференции и технической, и бизнесовой. У нас есть возможность с вами пообщаться и с теми, кто давал нам советы, и дать им советы. Приглашаем вас всех на фуршет. Спасибо. 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 Спасибо.